Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео расскажу вам о том, как максимально эффективно играть за друида-хиллера и сделать всем этим хулиганом жигалеву-жигалевал ротация, химия, таланты, комбинанты-медиумы и всё, что только может быть. Но перед этим сходу, как всегда, теймовички! Теймовички! Это когда у тебя практически нет смысла менять медиума, будучи хиллером. Это невероятное ощущение. Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21 по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, ребяточки, третье видео из цикла всех гайдов по всем специализациям и классам в этой игре. И продолжаем ехать по друиду, да, друиду-хиллеру на этот раз. Начнём, как всегда, с талантов. Таланты, которые вы видите сейчас, это таланты для мифического плюс-подземелья. Очевидно, рассказываю почему. Щитки-нари. Очень классная штука для того, чтобы держать это постоянно на танке и сохранять цель живой. Это очень приятно и максимально эффективно. Обновление. Чтобы себя подхилить. В общем-то, какие-то другие мувы особо и не нужны. Какие-то передвиженческие. Куда он там бегает, да, пешочком и сами отбежите. В кошечку обратитесь, побежите. Баланс с родством. Увеличивает дальность ваших способностей, что очень полезно, очевидно, чтобы лучше хилить. Дает тайфун, чтобы откидывать от танка мобов, если это надо. Помогать сбивать каст. Тем самым, единственное возможное место, как можно сбивать каст за друиды, собственно, хиллера. Если можно, конечно, оттолкнуть цели, да. Так что очень полезно. Естественно, для того, чтобы подамажить с помощью, опять же, созыва духов. И именно этого родства с балансом, активировав затмение. Сердце дикой природы, опять же, с той же логикой, для того, чтобы хорошенечко подамажить баланс друиде, активируется. Либо можно взять, опять же, массу оплетения, либо мощное глушение для дополнительного контроля в мифических подземелий. Соответственно, здесь мы берем душу леса. Безусловно, здесь душу леса берем для мифических подземелий. Потому что это очень хорошо помогает нам прохиливать цели, очевидно. Что суперполезно. Весенние цветы. Дополнительный хилл от вашей лужи хилищей. Что суперполезно. И, естественно, расцвет, который еще один мощный сейв хпс кулдаун, который увеличивает, собственно, ваш хпс, в принципе, по целям. И это очень классно и замечательно. Что касается рейдов. В рейдах также можно брать щитки нари, если очень сильно просаживается танк. Если танк не сильно так уже просаживается, а больше просаживается рейд, можно взять изобилие. Дополнительно помогает хорошо отхилить и сохранять количество маны. И особенно хорошо, если у вас, в принципе, какая-то ситуация по мане. В общем-то, также можно ставить обновление, либо рывок тигра, чтобы все-таки как-то перебегать, ну, очень уж быстро перебегать в какие-то места. Так иногда нужно, так иногда бывает. Опять же, берем ростло с балансом для увеличения дальности, что полезно от всех этих бегающих тиммейтов в рейде, которые куда-то убежали. Либо для того, чтобы подамажить. Естественно, можно взять и кошку, чтобы в целом подамажить в кошке, да, и увеличить, в принципе, пассивную скорость передвижения. Контроль от тайфуна вам уже не нужен, очевидно. Либо, в общем, можно взять вот это ростло со стражем для того, чтобы на какой-то, опять же, перебежке включить медведя, нажать неистое восстановление и хилиться, когда какая-то тяжелая дамажащая перебежка. Что тоже, в общем-то, полезно будет, однозначно. Сердце дикой природы, естественно, для апа вот этих самых штучек, для дополнительного ДПСа, к примеру. Здесь берем воплощение древа жизни, конечно же, для рейда, для того, чтобы еще один мощный сейв кулдаун для ХПС поднятия. Очень сочная тема. Естественно, оставляются весенние цветы, вот эти, для улучшения лужи вашей. А по-прежнему остается расцвет, чтобы максимально качественно делать жигалеву, жигалевал, хорошенечко хилить еще сильнее массово, да. Значит, что у нас дальше? Дальше, в рядашке, у нас ковиданты. Значит, универсальным выбором является для мификов, как и для рейдов, в общем-то, вот такая вот Ния. Ния в Каменате Феи с вот такой вот раскачкой. Собственно, здесь берется беспрестанный рост, здесь берется рождение заново, здесь рожденная стойкость. Тут у нас берется уменьшение КД на сердце дикой природы. Здесь слияние стихий для дополнительного ХПС, ДПС, созыва духов. И, естественно, такой сейв кулдаун, отточенные инстинкты. Или вы можете, например, пойти, опять же-таки, больше для рейдового режима непосредственно за вот такую вот девочку летающую, замечательную, творца снов. Соответственно, по такой же логике и, в принципе, те же самые кондуиты вставляются, как ни крути. Да, в общем-то, разницы между ними не так много, как я и сказал в таймовичках, потому что, в общем-то, что с Нии прошли 21-й ключ, с этой штукой прошли 20-й ключ. Все в рейдах, в основном, ходят с творцом снов. В общем-то, такие дела, судя по логам. Судя, ребяточки, по логам, и это, в общем-то, довольно-таки неплохо. Что у нас по приоритету характеристик? Приоритетной характеристикой является скорость, поэтому скорость обязательно во все слоты, куда только можете вставить себе скорость. А все остальное, ну, как получится, потому что все остальные характеристики, в целом, имеют практически равноценное значение. Что крит, что универсально, что искусственность, все, в принципе, плюс-минус равноценно, в общем-то, да. Поэтому набирайте везде скорость, а там уже дальше что выпадет у остальных. Ну, и не забывайте о том, что, естественно, вам нужно следить за уровнем предметов, потому что уровень предметов зачастую гораздо лучше, чем второстепенные характеристики. Поэтому шмотки лучше одевать помощнее, да, помощнее, несмотря на то, что там могут быть какие-то совсем не те характеристики, которые вам бы хотелось, да. Мало что вам там хочется. И не стоит забывать, почему именно скорость. Скорость увеличит количество тиков ваших хилочек, то есть вы, чем больше скорости, тем больше у вас вот эти вот хилочки, которые на вас вешаются, тем чаще они тикают и, соответственно, гораздо лучше хилят от вас, да. И это очень полезно. Дальше у нас, ребяточки, что? Дальше у нас химия. Дальше у нас химия. Что по химии можно сказать? Заходим на аукцион, чтобы смотреть, что по химии, всяким накладкам и так далее. Накладки на броню, очевидно, что увеличит свое хп. Настой силы, что увеличит все интеллект. Опять же таки, можно использовать призрачный интеллект для того, чтобы увеличить свой хпс или дпс. Опять же, на оружие накладывается небесное наставление на повышение всех характеристик. Вечные характеристики на нагрудник. Повышенное самоисцеление на плащ. Композиция самоцветов только стремительности, не искусственности, стремительности. Покупаете чары для кольца Дагмат тоже стремительности, скорости, чтобы было больше скорости. Опять же таки, руну можно взять, если вы богач, очевидно, используете это дело. Значит, что у нас дальше? Батфорд души можно это взять. В принципе, почему бы и нет. Значит, что у нас дальше? Можно взять, смотрите. Сладкие пироги из сериолы, чтобы восстанавливать ману. Очевидно, и в мификах, и в рейдах полезно, например, когда это вы можете сделать между какими-то траями, если вам это нужно. Но если вам это слишком дорого, можно взять подешевле. Сразу сушеные листья капусты и чай из лазурного листа. Опять же таки, гораздо более дешевый вариант для восстановления маны с аукциона. Масло балзимировщика. Намазать оружие, чтобы лучше хилить. Либо, опять же таки, теневое масло, чтобы больше дамажить. Собственно, не забывайте про духовное зелье исцеления и духовное зелье маны. То есть, ну, в основном лучше пить ману. Постоянно пейте зелье на ману, если вам нужна мана. А она вам будет нужна. Поэтому пейте. Чуть ли практически никак потеряете уже там 10-20% маны. Можно уже и пить, в общем-то. Почему бы и не выпить, если будет долгий бой. Ну и кушать надо вот это заливное, темная корона. Именно, чтобы увеличить характеристику скорость. И это, ребяточки, вроде как неплохо. Что у нас касается, ребяточки, легендарок. Регендарочки у нас какие? Самые топовые. Топовое является живительное насыщение. Естественно, делается в спину. Из-за того, что в остальные осколки господства оставляются. Поэтому делается в спину. Что она делает? Быстрое восстановление не поглощает больше эффекта периодических исцелений. В общем-то, и это хорошо. Вот, и это хорошо. Вот так вот. А наоборот, даже продлевает. Вот, и это тоже хорошо. Поэтому берем. Очень классно для мифических подземелий. В случае рейдов, в случае рейдов берутся и падает, если что, падает. Если что, с ворлдбосса Оримаса. Оримаса это орденвельский ворлдбосс. Поэтому ждите, когда он появится, чтобы 100% выбить его. Если, конечно, у вас сделано, хотя бы, вот этот открыт, вот этот создатель легендарок. Если он не открыт, то не выпадет. Не забывайте об этом. Если не открыт, то не выпадет. Сначала откройте. Мало ли у вас не открыт он, да? То есть, вот он. Ораномоз, вечно светящий. Вот, он отсюда падает. Ну, или для рейдов стало очень интересной такой легендарочкой. Вот это вот небесные духи. Открывается на 48 уровне известности. И по компании Кортии квестовой вы можете ее получить. Почему хорошо? Потому что, очевидно, чаще используют скиллы более полезные. И, очевидно, уменьшает КД. То есть, КД становится, на создавь духов, 1 минута. Делается эта штучка, очевидно, у нас в ноги. Потому что там нет осколка господства. Что классно. И, что самое интересное, оно само по себе запускает расцвет. Поэтому, собственно, и они любят это брать. Потому что расцвет мощный, ХПС кулдаун. И он с помощью своего духов довольно-таки частенько, и с помощью этой легендарки, частенько запускается. Вы чаще можете прохилить весь рейд. Учитывая, что хиллеры-друиды. Какая-то с ними ситуация в этом аддоне. Вот. И они чувствуют себя довольно-таки грустно. Что у нас по аксессуарам, ребяточки? Значит, что у нас показывают аксессуары? Аксессуары у нас показывают, что в ключах, собственно, будет классно смотреться. Подменыш и вот этот вот осколочек с театра боли на криты. То есть подменыш постоянно будет увеличить вашу скорость. А осколочек будет давать вам огромное количество крита, если нажимать на маленькое количество здоровья противников. Очень классная тема. Очень полезная. И, собственно, в рейде, в общем-то, тоже самое. В рейде тоже самое. Можно взять квантовое устройство для большего ДПС или ХПС. Опять же-таки, неплохо смотрится вот эта вот тринечка. Вот это теоретический окуляр. Опять же-таки, падает с светильщика господства. Отлично смотрится тринечка. И еще также смотрим вот здесь уже логи рейдовые. Рейдовые логи смотрим. Вот это классная штука. Дает вам искусство. Затяненная сфера стезания. Тоже на разула падает она с светильщика господства. Что довольно-таки тоже неплохо. Так что не забывайте об этом. Можно какие-то ПВП-тринички теоретически нашарить. Но кто бы их еще выбивал. Так что это вот считается такими бесовщинными штучками. Как можете видеть, эти ссылочки, естественно, будут внизу в описании. Поэтому тоже сможете посмотреть, какие еще тринечки в основном люди тут использовали. Тут они много чего использовали. То есть выбор широкий. Например, тайный прием солей кто-то использовал. Кто-то вот духовно-алхимический камень использовал. Кто-то там использовал фрагмент клетки для душ. То есть там куча всего. Люди пытались что-то использовать. Но подменыш является топ. Подменыш с этим рубином, в общем-то, топ. Так что об этом, ребяточки, не забывайте. Что у нас касается осколкового господства. Вот они очевидны. Первое очевидно для рейда, чтобы собрать нечестивый сет. А вот это, ребяточки, для мифика. Потому что это будет неплохо. Но не забывайте никогда, что по факту 252-я шмотка с недельного сундука гораздо лучше, чем 239-я с героического рейда. С дырочкой, с осколком. Это касается мификов. В рейдах 239-я с правильными сетами будет лучше, потому что в рейдах сетовый бонус работает. В мификах сетовый бонус не работает. Но просто камни работают. Поэтому вот такая вот интересная логика. Если, конечно, можете убить 252-е с дырочками, то, конечно же, они будут замечательные и классные. Поэтому пользуйтесь, ребяточки, и наслаждайтесь. Что у нас дальше? Дальше, ребяточки, у нас анима силы. Анима силы, которые падают со всяких вот этих вот мобов в мифических подземельях. С Сагадона-ломателя. С Сагадоном обещал его называть. Каменный щит с него падает обязательно берем. С испенителя аркалата. Можно взять бутыль вот эту на ХПС, на ДПС. А можно на статы взять. Статы мне всегда нравились больше. Всегда, если честно. Орос бессердечный. С него охотите сумку для скорости передвижения союзников. Либо, чтобы быстрее хавать. Если у вас прям час надо хавать и восстанавливать ману между боями. Переполненная чаша для, опять же таки, восполнения вашего запаса маны. Очень полезная, потому что мана какая-то ситуация тоже. Очень часто может проседать, особенно если вы не умеете хилить. Либо вот такую вот стабилизацию, да, чтобы вы не двигаетесь, а потом двинулись и жестко хилили какого-нибудь союзника. Это обязательно нужно знать, ребяточки. Что у нас дальше? Дальше у нас ротация. Ротация довольно-таки простая. Опять же, для соло цели. Ротация заключается в том, чтобы поддерживать для соло цели вот этот замечательный щит кенария. Поддерживать на нем буйный рост. Вот этот вот жизнецвет кастовать, да. Это фигню какой-то сказал, да. То есть щит кенария, жизнецвет и омоложение держите. И восстановлением, собственно, подхиливаете. И быстрым восстановлением подхиливаете, если очень мало уж хп у какой-то цели, в общем-то. Да, то есть это довольно-таки легкая ротация и классно. Если еще и лужу положите, очевидно, будет классно. Но лужу лучше просто так не ложить, потому что очень много маны тратит. Не стоит об этом взывать, только если много прям людей будет проседать. Лужу класть. Ну и, соответственно, кидайте вот эту вот железную кору, чтобы помогать союзникам и какая-то ситуация. Такое бывает в мифических подземельях, чтобы они лучше хилились от ваших и меньше умирали. Уменьшение дамага по ним, да. Собственно, в этом заключается, по сути, соло-ротация. Вы, конечно, можете использовать и вот этот замечательный расцвет, и можете использовать спокойствие в определенных ситуациях, да. И можете созыв духов использовать для того, чтобы захилить соло-цель и, возможно, немножко подамажить. Но это такое, да. Это такое. Это вот довольно-таки простая логика играть в друиды, да. Это не стоит забывать, поскольку ваша искусность, ребяточки, искусность, она вам дает за каждую вашу наложенную хпсинку, то есть вот наложили вы, например, омоложение наложили, щитки нария наложили, наложили восстановление, есть жизнецвет, есть вот этот вот буйный рот, есть ваша лужа. Не помню, лужа дает или нет, но, скорее всего, нет. За каждый из них вы увеличиваете хпс по этой цели на то количество, сколько у вас искусственности. Вот у меня искусственности на 15% больше за каждую ходку, соответственно, мы хилим цель, и это прям замечательно и классно. Поэтому надо поддерживать. Поддерживать тихонечку, помаленечку, ребяточки. Что касается ротации для нескольких целей хила, тут все очень просто. Всегда должна стоять ваша лужа, всегда должна стоять ваша лужа. Там, где происходит основной бой, всегда должен висеть буйный рост на целях, да, обкиданные люди омоложением вашим. И, соответственно, там на танке, как правило, жизнецвет висит щитом кинария, вот, постоянно вешаете. Не забывайте, как правило, да, потому что там основные цели другие и не нуждаются в этом. И что там осталось? То есть восстановлением и вот этим, соответственно, быстрым восстановлением подхиливаете цели, когда они уже почти умирают. Напоминаю, опять же, основная цель, это как можно меньше использовать именно восстановление, поскольку оно тратит очень много маны и является вашим таким флешкой, так называемой. То есть она быстро хилит, много хилит, и можно прям ее спамить, но мана очень быстро закончится. Поэтому не забывайте обязательно кидать омоложение, ставить эти лужи, буйный рост, если много целей умирает. Это важно. И не забывайте, опять же, про природную стремительность. Перейдем уже к кулдаунам, да, соответственно, после нескольких целей и кулдауны. То есть природную стремительность можно жать по откату, фактически, когда особенно сильно проседают цели. Было бы неплохо, что он дает мгновенное использование восстановления и на 100% усиливает его эффект, что очень полезно, очевидно. Когда у вас будет прокатя жизни света, восстановление будет светиться, экран, жмете, опять же таки, по откату тоже, потому что будет стоить уменьшим маны и, очевидно, хорошо хилить. Будет такой прок у вас, да, есть такие проки время от времени от жизни света. Так что, опять же, повторю, не забывайте его держать. Что у нас, опять же говорю, по сейв кулдауну, опять же таки? Вот железная кора, классная штука, вешается на союзника, чтобы он не умирал, как правило, танк, либо какая-то очень проседающая по какой-то причине цель. Опять же таки, расцвет, да, замечательный скин, который увеличивает частоту тактов ваших на 100%, то есть на 100% лучше тикают ходки. Поэтому, очевидно, гораздо лучше было бы вам обхотать весь рейд, то есть накинуть на всех омоложения, вот этот вот буйный рост, щит кенария, жизнецвет, и нажимаете вот этот ваш расцвет, и, соответственно, продолжаете ходать, и они эти ходки гораздо лучше хилят, такой массовый ахилл. Если рейд-лидер что-то там как будто бы разговаривать умеет, и давать нормально сейв кулдауну, ждите, когда он скажет нажать спокойствие. Это хороший мощный кулдаун, который хилит абсолютно все, что только можно. Всех, кого только видит, очень жестко, поддерживаемое, поэтому нельзя двигаться, когда его кастуете, не стоит об этом забывать, потому что есть войд-зоны и какая-то ситуация, поэтому жесткий такой хилл по всей пати проходит, и это очень приятно, обязательно, чтобы он сохранялся, как видите, еще и хоточку вешает, что дополнительно усиливает отхилл от искусности, поэтому перед спокойствием и сильными какими-то проблемами в рейде, если вы сами знаете, либо пати, желательно заранее наложить на всех омоложение, заранее на всех подложить буйный рост, и вот уже потом, положив лужу, можете спокойно кастовать это самое спокойствие, чтобы было всем спокойно и классно, ребяточки. Не забывайте об этом. Естественно, опять же-таки созыв духов. Созыв духов тоже у нас используется как хп с кулдаун. То же самое нужно делать. Вот, по сути, сначала всех обхотайте всякими буйными ростами, омоложениями, да, всеми возможными вашими штуками, и только потом жмите созыв духов, чтобы это все дело увеличить, потому что, напоминаю, он может включить вам расцвет. Расцвет, который тоже увеличит вам хпс, что тоже довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Вроде про это все рассказал, рассказал, показал. Не забывайте на себя после 80%, как маны у вас кончатся, кидать на себя постоянно озарение. Постоянно кидать на себя озарение, это, если что называется, русскими словами инер, а может, и не очень, а может, и не очень русскими. Кидайте на себя постоянно инер, и когда вы его кинули, ваше заклинание стоит на 100% меньше. И в идеале после инера обновить свою лужу, кинуть буйный рост, опять же-таки, жизнецвет, то есть и похилить ходками, вот этим вот восстановлением, да, и омоложение там накинуть, потому что очень много маны тратят, то есть самые такие затратные сразу использовать по мане, да, чтобы хорошо реализовать этот самый инер. Это отлично, это отлично, ребяточки. Что у нас дальше? Дальше у нас, ребяточки, аддон. Если вам нравится, как выглядит абсолютно все, что у меня здесь происходит, тут все, в общем, хорошо показано, очень хорошие рейты, фреймы, и очень хорошие групповые фреймы. К групповым фреймам автоматически привязываются кулдауны, сейв-кулдауны ваших персонажей, там можно доработать и танкам побольше сейв-кулдаунов, поставить, какие вы отображались рядом с группой, и это позволит вам даже без просьбы танка кидать нормальную железную кору, понимая, что у него кончились сейв-кулдауны, и это довольно-таки полезно. Омни-КД называется этот аддон, и он в моей сборке, конечно же, есть аддонов. Все тут на месте, все стоит хорошо. Хорошо, когда стоит. Хорошо, когда стоит, плохо, когда не стоит, ребяточки. И, значит, если что, отличный аддон для хиллера, это прям вообще, наверное, идеальнейший аддон для хиллера, это Кли Куи. Кли Куи, в принципе, идеальный аддон для всех, но для хиллера особенно классный. Что делает? Открываете книгу заклинаний, включается Кли Куи, и, соответственно, на мышку назначаете все возможные ваши, как вам удобно будет, хилки. Хилки, они автоматически становятся с макросом своего рода маус-овер, то есть они, вот, куда вы по фрейму нажали, такой они, соответственно, этот фрейм хилят. Хилят, и это хорошо. Это как и вот так вот по фрейму, так и по групповому, так и по рейдаму. При этом не исключает именно суть кнопок, то есть работает колесико, несмотря на то, что на колесике у меня там, опять же таки, вот этот вот природный целитель снимает дебафы, да, опять же таки инер, опять же таки воскрешение. Все можно на колесико поставить, через шифт на колесико можно, через alt, через control, дополнительные моменты можно доработать. Доработать, да. Теперь перейдем к макросам и моему расстановлению скиллов по панели, да, что очень важно. Опять же, на мой взгляд, у меня довольно-таки неплохо расставлена панель, то есть, как видите, вот она, вот она такая панель, то есть превращение в кошку, активируются ее способности все в кошке, да, и на единичку, и на единичку, еще одно превращение в кошку, потому что панель меняется, и когда вы нажмите единичку, вы опять войдете в ситуацию хиллера, да, то есть будете без облика. Скидывается облик. Если, например, в медведя, то то же самое. Такая же логика с медведем. Опять же-таки, можно нажать единичку и опять перейти в нормальный облик, в котором можно хилить, да. И, собственно, вот они все скиллы, не учитывая тех, которые у меня на клику и стоят. И, естественно, через shift, тут уже пошли макросы, как видите, какие-то скиллы заменяются. Не так много скиллов, но вообще-то полезно. Опять же-таки, на Z у меня дубовая кожа, и опять же обновление, чтобы себя похилить, то есть сейв кулдауны. На X у меня кулдаун на железную кожу, и если нажать, то на всю пати бурст. И очень хорошо, что у них одинаковое КД, что можно, в принципе, рассчитывать, если плюс-минус вы одинаково их жмете, что вот у них одинаковое КД, что очень удобно, в общем-то, и это мне нравится. Опять же-таки, на C у меня превращение также в совуха, а на F у меня дополнительно сейв кулдаун в виде воплощения древа жизни. Опять же, древа жизни и спокойствие. Оба трехминутные кулдауны, поэтому удобно так делать, да. Удобно так делать. Не забывайте о том, что если нажать сердце дикой природы сразу, то вы автоматически вращаетесь в ту специализацию, которая у вас выбрана в родстве. То есть в моем случае совуха, и когда жмете это сердце, сразу вращаетесь в совуха, да. И опять же, на совухе, на единичку у меня возвращение ваш обычный облик. Это хорошо. Это хорошо, ребяточки. Что за макросы конкретно, да, как они работают, какие хорошие макросы, да. Вот макрос, очевидно, через мод шифт, но облик лунного совуха, облик кошки, где облик кошки, это то, что всегда светится, облик лунного совуха, это когда вы жмете shift, control или alt. Что угодно-то. Впишите мод, и вот control, shift или alt. Писывайте удобно. Show tool tip показывает, что это вообще за скилл типа. Вот можно на него посмотреть, появляется о нем информация сбоку, то есть довольно-таки удобно и классно. Следующий скилл, который вам нужно сделать обязательно, это скилл на mouse over, когда у вас уже мышка вся перебинжена всеми этими кнопками через клик-уи, можно оставить на mouse over, да. То есть если вам все-таки хочется использовать единички, хотя единички тоже можно забиндить, или вообще вы хотите на панели все-таки что-то видеть, потому что все можно забиндить на клик-уи, на единички, на двоечки, на троечки, и тоже будет работать не только на мышку. Это будет тоже работать по mouse over, например, это омоложение по mouse over, то есть вы можете кидать как, соответственно, в фрейм какую-то единичку, так и вот просто наведя на какого-то вот союзника. Союзник бежит, видите, я на него омоложение кинул, даже, ну просто наведя на него мышкой. Кинул омоложение, вот на него омоложение кинул, Да, вот оно висит, там, уложение на нем, то есть, довольно-таки просто, довольно-таки просто работает и классно. Сделать так все скиллы, какие только можно, железный цвет, например, опять же-таки, железную кору по маус-оверу, вот так вот, кстати говоря, выглядит макрос интересный, да, то есть, собака маус-овер, запятаем вот shift, чтобы это была и железная кора, и расцвет, если нажимаете shift. И при этом железная кора была по маус-оверу, чтобы не выбирать в цель, очевидно, какой-нибудь танк, а просто через фрейм кинуть, боковой, групповой, фрейм или рейдовый, что-то там сразу кинуть, что, в общем-то, удобно. В общем-то, удобно. И, соответственно, еще один аддон, который, ну, точнее, макрос, да, это макрос на курсор. То есть, обязательно надо научиться, я понимаю, что будет очень непривычно первое время, поначалу будете косячить, но потом разберетесь, потому что дело наживное, один ключ, один рт, точнее, два ключа, да, два-три ключа, одно рт, и вы уже научитесь. То есть, в чем суть этого макроса, собака-курсор? Это когда вы жмете вот этот вот период светения, появляется вот, ну, вот эта вот зонка, куда кидать. И вместо того, чтобы она просто появлялась, эта зонка, и потом вы еще левые клавиши мыши нажимали, она просто появляется. Вот куда вы мышь навели, туда она и появляется. Вот вы мышь туда навели, и она туда появляется, просто нажимая вашу кнопку, да, то есть она просто появляется туда, куда наведена мышь, и это очень важно, удобно и классно. То есть, надо обязательно учиться, и будет суперски. И будет, ребяточки, суперски, поэтому такие дела. Не забывайте еще раз, финальные советы такие, не забывайте снимать, пуржить союзников через, опять же таки, природный целитель. Около 80% маны, если вы в бою, можете сразу на себя жать иннер и использовать самые мощные способности по ХПСу. Не забывайте ждать, когда РЛ будет ждать спокойствие, или сами подгадывайте, когда лучше будет жать. Подготавливайтесь к мощному АОЕ урону, потому что в соло цель там есть щитки нари, жизнецвет, там уже много чего висит, омоложение на танке, он там справится, вы будете подхиливать чисто восстановлением и быстрым восстановлением будете подхиливать, да, тяжелые цели какие-то, это легко, в общем-то. Но когда будет какой-то глобальный урон наноситься, готовьтесь уже к такой ротации, кастуйте буйные цвета, ставьте лужи, опять же таки, обновляйте омоложение на всех заранее, заранее. Где-то, наверное, секунды за 3-4 до начала всей этой возни, и, соответственно, потом уже наслаждайтесь. Используйте качественно бурсты, опять же таки, поэтому вам надо хорошо за друиды знать, что вообще по тактике, да, по тактике, когда там рейд будет проседать, потому что если вы заранее все это сделали, классно. Если заранее не сделали, то уже все, будет плохо, уже будет плохо, ребяточки, это информация 100%, это мы уже проходили, это видели, тем более друид сейчас хрустит в плавании одиноком, особо не самый популярный хиллер, особо никому особо он и не нужен, хотя он, в общем-то, крутой хиллер, из-за него достаточно легко и приятно играть, как вы могли уже догадаться, никакой сложности нету, да, никакой сложности нету. И если вдруг совершенно случайно будете носовухи дамажить через азы, опять же, возьмите сердце дикой природы, кастуйте какие-нибудь два затмения, в зависимости от количества целей, и потом жмите, соответственно, взрыв дух, чтобы подамажить. Тоже так можно делать, и опять же таки, не забывайте, тайфуном откидывать от вашего танка неприятных мобов. И ставить подсосочку в виде вихря Урсола, подсосочку ставьте обязательно, чтобы тоже можно, кстати, ее поставить на курсор, чтобы было неплохо. Тоже можно ее на макрос, на курсор поставить, все макросы, все, естественно, будет внизу в описании. А я надеюсь, вам понравилось это видео, было полезным, и вы будете лучшим хиллером в своем статике или ключике. Бак-бак-бак-бак-бак-шуа. Субтитры подогнал «Симон»